Веселый молочник или самый русский американец. Джастиса Уолкера зовут по-разному. Уже 6 лет он живет в Солнеченском районе Алтайского края. Почему свою ферму мечты он решил создать именно здесь, узнаем у него самого. Добраться до фермы Джастиса не так-то просто. От райцентра около 60 километров. Да и не каждая машина сможет пройти. Асфальтированная дорога в какой-то момент заканчивается. Дальше ехать только по полям. Ну, обычно, да. То есть, о, как вы так далеко забрались, там, цивилизации совсем нет. Я говорю, во-первых, там, ну, земля круглая. То есть, это значит, что, по крайней мере, если ты не являешься плоскоземельцем, то это понимаешь, что центр земли – это везде, где ты. Безумие. Я вижу безумие – это сидеть в пробке. Я вижу безумие – это дышать газами. Джастис родился в Америке. Вырос в Красноярском крае. Его родители переехали туда по работе, когда ему было 11. Через 6 лет семья вернулась на родину, а молодой человек остался в России и живет здесь почти 30 лет. Решил вернуться в Россию и остаться здесь. Основная причина – это потому, что я считаю, что мне Бог призвал быть здесь. То есть, что я принесу больше пользы, находясь здесь, чем там. И моя цель, один из моих целей жизни, я думаю, что каждый человек должен найти для себя то, чем он будет полезен, ну, вообще на земле, а не просто так проедать, я не знаю, там, какие-то ресурсы в своей жизни. Поэтому я надеюсь, что, находясь в России, я буду больше полезным и для русского общества, и для Царства Божьего в целом, чем находясь в Штатах. А на Алтай Джастис приехал 6 лет назад. Именно наш край, признается фермер, стал для него настоящим домом. В 2016 году очень большое усугубление, проблемы со здоровьем, у меня очень сильно развился астма, и врачи посоветовали поменять климат. Мы сделали выбор здесь жить, здесь работать. Нам нравится наша земля, и поэтому это то место, которое стало для нас домом. Пустили корни. Джастис купил 220 гектаров земли. Построил дом для семьи, завел большое хозяйство. Сейчас здесь 140 коз, 100 овец, 60 кур и 7 лошадей. Порог занятия любого начала в Штатах намного выше, чем порог в России. Построить дом в России можно уже, небольшой дом на земле, хороший, современный домик, за те же самые деньги, которые в Америке, только можно сделать документы на строительство дома. На ферме Джастиса каждый день получают от 100 до 150 литров козьего молока. Помимо этого, уолкеры продают еще и творог, яйца, мясо и мед. И почти все через интернет. Скоро появятся и новые товары. Пряжа из овечьей шерсти и деревянные ложки. А в этом году на ферме стали производить еще и чай. Мы вообще тоже не собирались заниматься чаем, когда мы приехали изначально. Здесь производство все законсервировано сейчас, поэтому как бы тут все такое, не еще такого показать. Но чайный рис мы собираем в окружающих лесах, потом приносим сюда, оно у нас вярится и укладывается вот в сушильных шкафах. И потом получается такой сушеный, ферментированный черный чай, Иван-чай. Занимается всем хозяйством Джастас, конечно, не один, а вместе с супругой, Ребеккой. На ферме с уолкерами живут и работают еще четыре семьи. Так что помощников хватает. Поэтому успевает Джастас вести лайв-блог в социальных сетях. У него 124 тысячи подписчиков. Сейчас у меня больше административная работа. Но я, не знаю, встаю в пять, обычно до завтрака работаю хотя бы часок, стараюсь отвечать на комментарии, там что-то в компьютере сделать. Потом у нас планерка рабочая в девять, и у нас с девяти до шести рабочее время. Это все занято, стараюсь, чтобы она была занята работой. И очень стараюсь, что после ужина, у нас ужин в семь, после ужина с восьми до десяти было семейное время. Джастас и Ребекка воспитывают троих детей, которые родились в России. Старший Тирзи 12 лет, второй Адарий 11, младший Кирстен 7. Обучают девочек родители. Это очень важно, чтобы дети были воспитаны в семье. Для меня, наоборот, один из лакмусов своих проверок, если я буду жить в той или иной стране, это могу ли я заниматься свободно, законно, семейное образование или нет. Это один из тех великих свобод, которая до сих пор защищена в России. Я очень благодарен нашему правительству, что имеется какая-то осмышленность, понимание, что нужно в этом сфере давать свободу. Поэтому это очень большой плюс жизни в России. Я стараюсь, чтобы было разнообразие, чтобы они имели большой источник информации со всех сторон. То есть, чтобы они видели мир более объективно. И тоже стараюсь говорить им о том, насколько сложнее история, чем она чаще припадено. Каждый 9 мая я им рассказываю историю Второй мировой войны, которая начинается в 1914 году. Потому что она начинается там, а не в 1938 или 1939. И понимать Второй мировой, допустим, не задумываясь о Первой мировой, это совершенно бессмысленно. Сегодня в Солонешинском районе живут сотни людей, так же, как и Джастас. Ведут свое хозяйство, воспитывают детей. Около 80 человек, по словам фермера, переехали в близлежащие села сразу после него. В Алтайском крае, уверен мужчина, места всем хватит. Эти люди, они хотят здесь жить. Они работают, хотят здесь жить. Они не занимаются туризмом, занимаются фермерством, своим каким-то делом. И мне кажется, это очень позитивно, это хорошая вещь. Но не хочется превращать это просто в один сплошной отель. Алина Пенигина, Николай Бойко. Специально для Катунь-24. Алина Пенигина, Николай Бойко.